Находки с поля боя привезли с собой хабаровчане, участники поискового движения России. На днях они вернулись с Сахалины из экспедиции. Артефакты, которые они доставили в Краевой Центр, станут частью выставки в музейной комнате школы ДСААФ. С будущими экспонатами познакомились школьники. Мы бы хотели поделиться находками. Во-первых, вот такая вот рубашка от гранаты РГД-33. Осколочную рубашку от гранаты, обломок шлема, колючую проволоку и даже подкову времен Второй мировой войны нашли поисковики Хабаровска на Сахалине. Артефакты показывают детям, которые пришли на экскурсию в школу ДСААФ. Несмотря на то, что даже уже во Второй мировой войне у нас было современное вооружение, современные машины, лошади, как средства передвижения, но они все равно использовались. Алина Потиханова участвовала в раскопках на Сахалине. Перед тем, как отправиться в экспедицию, изучила архивы сражений и правила поиска. Когда у нас ребята-поисковики делают небольшой подкоп, то тоже землю снимают они аккуратно, слоями, чтобы ни в коем случае не повредить артефакт, который там находится, либо же останки солдат. Во время майской экспедиции, помимо артефактов, хабаровчанам удалось найти останки трех советских и двух японских воинов. Передать их земле с соблюдением почестей – одна из главных задач поискового движения России. Останки советских бойцов будут перезахоронены на Сахалине 22 июня, в день памяти и скорби. Останки бойцов японской армии, они будут переданы именно на сторону Японии. После того, как пройдут все проверки, будут сделаны все экспертизы и документы. Раскопки поисковики краевого центра ведут в том числе в Ефрейской автономной области, а также в Бикинском районе. Там находят вещи времен гражданской войны. Хранятся они на стеллажах музейной комнаты школы ДОСААФ. Открыть ее смогли в январе этого года благодаря президентскому гранту. Это штыки, которые цеплялись опять-таки на винтовку Мосина. То есть винтовка Мосина была уже в ближнем бою, да, истреблять врага. Во время занятий со школьниками прибегают к интерактиву. Например, охолощенное оружие можно потрогать и сфотографироваться. И это, по мнению учеников, интереснее, чем послушать лекцию о сражениях или посмотреть военный фильм. Тут там много чего про правоенных. Все настоящее. А фильмы все настоящие. Нельзя пощупать. Только через экраны можно посмотреть. Шесть, десять, промахнулись. Помимо экскурсий для школьников, устроили викторины и игру в морской бой, чтобы мероприятие носило познавательно-развлекательный характер. Продолжение следует...